Я прям вот большим пальчиком, вот посмотрите, выглаживаю, вытягиваю сюда глину. И она у меня снутри становится гладенькая. Эта техника называется лепка из комка. Самый простой и самый древний способ изготовления глиняной посуды. Мастер-класс ведет скульптор-керамист Александр Панкратов. По его словам, магия глины в том, что всего один кусок содержит большое количество решений. Своим слушательницам он предложил вылепить чашку. Форма может быть закрытая, когда у нас краечки как бы внутрь смотрят. Может быть открытая, когда у нас они наружу, да? В качестве материала используется шамотная глина. Темно-серый цвет кажется неприглядным, но после обжига изделие станет белым, как лист бумаги. Она хороша тем, что хорошо держит форму, стенку хорошо держит. Потом сохнет нетребовательно к сушке, как правило, не трещит. И на высоких температурах обжигается, что для нас большой плюс, потому что мы работаем с материалами, с глазурями, высокотемпературными в основном. Керамика – это не только красиво. Мастер убежден, лепка – это активная медитация. Мощный антистресс, который снимает нервные напряжения не хуже психотерапевта. Осужденный Косим Наталья Воскресенская говорит, что поводов для негативных эмоций в зоне достаточно. Глину она взяла в руки первый раз в жизни и об этом не пожалела. «Знаете, так затянуло, вообще мирское все забыло, что тут вокруг, что я нахожусь в колонии исправительной, вообще ничего этого нету, только есть я и диалог с Глиной. На самом деле очень переживала, что что-то не получится. Хотелось чего-то большего, немножко не развита моторика рук». Творческим ребеслом Александр Панкратов занялся всего несколько лет назад. До этого работал юристом. В какой-то момент душа потребовала самовыражения, и мужчина совершил крутой жизненный поворот. Сменил скучную профессию на любимое дело. Для осужденных это не только урок по керамике. Это пример того, что жизнь можно изменить к лучшему, стоит только захотеть. «Мы в своей работе стараемся показать осужденным жизнь с разных сторон. То, что она бывает не только в употреблении наркотиков или краже, воровство, совершении каких-то преступлений, но и пытаемся приобщить их к прекрасному, чтобы они могли посмотреть на жизнь с другой стороны, уйдать на путь исправления и влиться в общество полноценными, достойными людьми». Кружкам, вылепленным осужденными, требуется обжиг. Его Александр Панкратов проведет в своей мастерской. Следующая встреча будет посвящена расписыванию посуды красками. После этого чашки девушки смогут забрать себе на память. Вот только пользоваться ими в колонии осужденные не смогут. «Керамические вещи осужденные нельзя хранить, потому что с помощью них, например, они смогут отколоть, и углы очень острые, они смогут нанести либо вред себе, либо вред другим осужденным». Своё творчество женщины смогут отправить родным в качестве подарка либо сдать на хранение в администрацию ИК. Керамические чашки вернут после освобождения. Сергей Веселов, Денис Железов, телекомпания «Барс». Субтитры создавал DimaTorzok